Всем привет! Здесь я хочу представить один из вариантов домашнего сетевого хранилища с возможностью доступа к нему с компьютеров, мобильных устройств и Smart TV. Также хранилище может быть использовано в качестве облачного для видеонаблюдения, конечно не промышленного масштаба. Для реализации я воспользуюсь роутером Zooxel Kinetic Vivo, у которого с боковой стороны имеется USB-порт для подключения модемов, принтеров и накопителей. Безусловно подойдут роутеры и других производителей, поддерживающих подключение носителей информации по USB. В качестве накопителя можно использовать не только внешние жесткие диски, но также SSD и обычные HDD на 3,5 или на 2,5 дюйма с SATA интерфейсом. Чтобы их подключить, понадобится переходник с SATA на USB, ссылку на который можно найти в описании к видео. Подготовив все необходимые комплектующие, остается произвести настройку роутера. В операционной системе Windows, запустив браузер, в адресной строке нужно ввести IP-адрес роутера, который в некоторых случаях можно узнать на его обратной стороне, или же посмотрев в настройках сетевого подключения адрес шлюза. Затем следует ввести логин и пароль. Если их не меняли, то по умолчанию чаще всего это admin-admin или только login-admin. Зайдя в веб-интерфейс, подключаю накопители, который, как можно видеть, здесь отображается. Потом, нажав на данную клавишу, перейдя во вкладку обновления и отобразив дополнительные компоненты, следует установить представленные элементы, касающиеся USB накопителя. Затем нужно нажать клавишу установить. Так как у меня все уже установлено, перехожу в раздел «Приложения». В первой же вкладке «Сеть Windows» достаточно будет поставить галочку напротив поля «Включить». Остальные пункты можно активировать по мере необходимости. Кликнув в данном поле на накопитель, можно сменить название ресурса, который потребуется в дальнейшем. Во вкладке «Доступ к папкам» можно выполнить разграничение по пользователям, как по корневому каталогу диска, так и к отдельной папке, назначив при этом определенные права доступа, которые здесь представлены. Теперь остается подключить сетевой диск. Для этого в данном случае в Windows 10, кликнув на рабочем столе по ярлыку «Этот компьютер», в адресной строке набираю два обратных слыша и IP-адрес роутера. В результате у меня появилась такая ошибка. Возможно, у вас все пройдет нормально. Попробовать решить сложившуюся проблему можно, перейдя в «Пуск», «Параметры», «Приложения» и кликнув по программам и компонентам, в открывшемся окне следует выбрать «Включение и выключение компонентов Windows». Здесь следует посмотреть, включен ли пункт «Клиент SMB 1.0». Если нет, то ставим галочку напротив него и нажимаем «Ок». Чтобы изменения вступили в силу, перезагружаю компьютер. После вновь перехожу в этот компьютер и опять пробую подключиться к сетевому диску. Теперь видим, что по указанному пути удалось успешно зайти. Кликаю правой клавишей мыши по данной папке и выбираю «Подключить сетевой диск». В результате данный накопитель отображается в разделе «Этот компьютер». Чтобы получить доступ к сетевому диску в локальной сети на смартфоне, можно установить на него файл менеджер и по аналогии выполнить представленные действия, преимущественно указав правильное имя хоста либо его IP-адрес и сохранив сделанные настройки. При первом подключении предлагается зайти под учетной записью. Но так как я сделал доступ открытым, то просто нажимаю «Войти» и тем самым попадаю в корень сетевого диска. Что касается доступа к сетевому накопителю со Smart TV, то в настройках роутера в разделе «Приложения», перейдя во вкладку «DLNA», следует включить данную функцию. Из появившихся настроек можно указать не корневой каталог для базы данных накопителя, а определенную папку. Аналогичная ситуация обстоит и с общей папкой, но здесь можно указать свою для определенного формата медиаконтента. Сохранив сделанные изменения, я перехожу в корень сетевого хранилища, чтобы показать здесь наличие двух медиафайлов. Теперь на текущем Smart TV LG, чтобы запустить данные файлы, я перемещаюсь к штатному приложению Smart Shara. После его запуска, перейдя к пункту «Устройства», выбираю роутер «Зуксель» и попробуем запустить видеофайл. Как можно видеть, архитектура каталогов тут представлена немного иначе. В итоге, таким образом реализуется доступ к сетевому хранилищу со Smart TV. Думаю, не менее полезным будет сделать доступ к сетевому хранилищу через интернет. Для более простой реализации, необходимым условием является наличие белого, то есть статического IP-адреса. В этом случае в настройках роутера нужно будет сделать проброс на локальный адрес и порт носителя информации. На текущем маршрутизаторе нужно перейти в раздел «Безопасность», где, нажав на клавишу «Добавить правило», делаю небольшое описание, указав адрес ван порта, а протокол выбираю не SMB, а данный, так как у меня все настроено для него. IP-адрес назначения прописываю, соответственно, роутера. Сохранив настройки, остается проверить, зайдя не из локальной сети, а через интернет. Для этого я решил воспользоваться на смартфоне мобильным интернетом. Запустив File Manager, в настройках для доступа к сетевому диску указан внешне статический адрес, выданный провайдером. При заходе на текущий накопитель видим, что доступ к нему через интернет имеется. Подводя итоги, хочу сказать, что производимые настройки на других марках бытовых маршрутизаторов будут практически аналогичными. На этом у меня все. Желаю всем удачи и спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok